Сегодня в выпуске. Итоги года, сколько собак и кошек в этом году нашли новый дом. Как подружить кота и собаку. Итоги благотворительной акции «Помощники Санты». Итак, 2019 год заканчивается. И заканчивается он и для сезона программы «Ко мне», вот в обнимку с таким очаровательным котом. Мы решили подвести итоги в приютах, особенно в приюте «Ласка», потому что мы снимали здесь больше всего питомцев. И узнать, чем для них полезным и хорошим был уходящий год. В Барнауле известных приютов только три. Шанс на жизнь, в котором живут почти 300 кошек. Бусинка там 400 кошек и 40 собак. И «Ласка», в котором живет больше 600 собак и 200 кошек. В этом приюте мы сняли практически все выпуски «Ко мне». Год для «Ласки» в целом выдался очень продуктивным. Во-первых, мы купили «Ласка-мобиль», к чему мы очень долго шли. Потом «Ласка» выиграла целых три гранта. Один губернаторский, один президентский и один от сибирской генерирующей компании. За счет грантов были реализованы программы, реализуется на данный момент программа по строительству пункта льготной стерилизации. Это будет большим подспорьем в деле спасения бездомных животных и уменьшения их численности. Пункт стерилизации откроется в следующем году, а вот кинологическая школа «Пятый ГАФ», открытая также по гранту, уже воспитывает больше 20 юных дрессировщиков. Для них на губернаторские деньги строится новая площадка. Еще были куплены нарты для занятий ездовым спортом. Помимо этого в приюте установили вытяжки и сделали частичный ремонт. Также государство частично финансирует отлов животных. Денег, которые выделяются на отлов, хватает на отлату работы ловцов, заправку машины и частично с октября покрываются расходы по стерилизации. Все остальные заботы ложатся на плечи наших спонсоров и жителей города Барнаула. За что им огромное спасибо, иначе эти прекрасные животные не были бы такими толстенькими и ухоженными. За год ласка отловила больше тысячи кошек и собак. Не все из них остались в приюте. Диких кастрировали и вернули на волю. У кого-то нашлись изначальные хозяева, а часть нашли новый дом. Разобрали около 330 собак и 150 кошек. Мы решили навестить одну из приемных семей. Скромная кошка Чатни выбрала хозяев сама. Окончательное решение взять Чатни появилось, когда как раз в кафе произошла смена котиков. Там из другого приюта взяли котиков, и мы узнали, что она уехала обратно в приют. Мы сначала решили навестить просто в приюте котиков. Приехали туда, и она сразу нас нашла, сразу пришла, что меня поразило. Она прямо села вот так вот ко мне под бок, и все это время, что мы там играли, там, ну и с другими котиками играли, и кормили их вкусняшками, она прямо не отходила. Что касается собак, снять питомцев в новых домах не удалось, но несколько наших героев нашли своих хозяев. Десятилетняя кавказская овчарка Грейс уехала охранять производственные базы, а резвый долматинец Грета теперь живет в Рубцовске. Кстати, некоторые люди очень хотят забрать из приюта питомца, но их сдерживает то, что у них уже есть свой. Особенно пугает совмещение кота и собаки, но на самом деле это решаемая проблема. Не возникает проблем с кошкой познакомиться и общаться хорошо, потому что собаки групповые животные, и у них, ну такая, у многих причем пород, ну, как бы не закрыт, скажем, гештальт. То есть они готовы принимать свою стаю новых членов, и да, они могут спокойно принять свою стаю и кошку, и еще одну кошку, и там, и кур, и хрюшку, и все, что живет вокруг. Знакомить питомцев нужно в спокойной обстановке, чтобы кошка не побежала, иначе это спровоцирует погоню и агрессию собаки. Но и не стоит изначально приучать собаку или кошку кидаться на других животных. К слову, коты часто инициируют драки, а не наоборот. Приучать их к запахам, то есть менять комнатами, закрывать, не давать взаимодействовать без вас, потому что если был первый опыт такой негативного общения, сказать, что они потом будут дружить через пять лет, ну, не обязательно. Может быть, нейтральное отношение, либо же кот может очень так серьезно прессовать второе животное. Так что смело заводите и собаку, и кота, и двух сразу. При правильном воспитании они станут лучшими друзьями, а животные из приюта дружелюбны вообще со всеми. Кстати, тем, кто там живет, постоянно нужна помощь человека. Поэтому мы провели акцию помощники Санты и собрали деньги на корм для питомцев приюта Бусинка. С нами сотрудничали кофейни Тревелерс, Ренуар и Кеннеди Скофи. Вместе мы собрали больше 15 тысяч рублей и перечислили на счет приюта. На эти деньги можно будет купить примерно 42 килограмма корма и подопечные бусинки на новогодних каникулах точно не останутся голодными. Вот так продуктивно прошел год в приютах для животных, а я заканчиваю нашу заключительную программу ко мне 2019 года. Но мы не заканчиваем ее совсем, и в следующем году ждите много новых историй о домашних питомцах и много новых познавательных рубрик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова